Всем привет, друзья! С вами Аверпер Геймс и сегодня я показываю вам свой бой на Е50. Как многие из вас, в принципе, просили о том, чтобы я показывал вам своих боев побольше, вот, пожалуйста, удалось наиграть, ну, более-менее интересное сражение с телефона. Кстати говоря, для тех, кто постоянно ругается про то, что люди играют с ПК, да и я играю с ПК. Ребятки, я вам сразу скажу, я одинаково плохо играю как с ПК, так и с телефона. Поэтому вот этот бой для меня, ну, лично в моем понимании, в моем, так сказать, скилле, он является, ну, наверное, тащерским. В общем, ладно, ребятки, что происходит? Я заехал вот за этот вот домик, думал на перекатки дать по кому-нибудь, но, к сожалению, ничего не получилось. Дело в том, что то прицел залипает на ком-нибудь одном и очень тяжело его перенацелить на другого соперника. Да и, наверное, у меня реакция не та, что должна быть у какого-нибудь киберспортсмена, там, киберстатиста. В общем, ребятки, почему я не поджался к флагу? Потому что в команде противников три ПТ и, на самом деле, очень опасно на таком большом танке поджиматься к флагу и периодически высовываться, подставляться все равно придется. Так вот, в этот момент можно схлопотать очень некисло с вражеского респа от ПТ-монстра. Тем более, мы видим, что на вражеском респе там тусит вазик. А это, ну, действительно, очень суровый ПТ-дрочер, так сказать. Итак, друзья, засветила наша 49-ка индейца. И вот здесь нужно бы ей помогать, если индейец будет подставляться. Но пока он что-то не спешит. И да, он попер вперед. Это, конечно, и хорошо, и плохо. И вот пока он не в простреле, я думаю, дай-ка гляну, что там в городе. Может быть, есть по кому-то прострел, но прострелов нет. И вот здесь он начинает упарываться. Нужно его очень быстро забирать. И у нас, в принципе, удается сделать его ваншотным буквально за секунду. Я здесь включаю адреналин, дабы максимально быстро его минусануть. Но, друзья, не для того, чтобы поддрочить на фраге, а для того, чтобы он не успел дать еще один шотик по 49-му. Все-таки я стараюсь беречь хитпоинты своих союзников. Ну, потому что мы и так сливаем. Вон, 704-й слил министра Азии. И, конечно, это печально, друзья. Остаемся, пока мы в меньшинстве. Счет 2-4. 704-й уж совсем упоролся. Через центр прям рашит. Вообще ничего не боится парень. Тут еще гусь. Надо было бы стрелять под калибером. Но, ребятки, я не любитель голды. Потому что, ну, во-первых, альфа, ну, как бы не та, что хотелось бы. Да и, во-вторых, все-таки кредиты. Это такая вещь, которую нужно фармить. А я не любитель катать на премиумных танках. И, там, знаете, задрачивать на эти кредиты. Я люблю просто зайти, поиграть, так сказать, расслабиться. Если получится победить, в идеале, конечно. Ну, что ж, друзья. Остаюсь я и Т49. И нужно его как-то попытаться засейвить. Я вот уже, несмотря ни на что, несмотря на вазика слева, пытаюсь как-то забайтить на себя противников. Но слишком поздно. 49-й уже ваншотный. Да, я здесь, конечно, очень рискую тем, что вот так нагло упарываюсь. Да и, черт возьми, не удалось спасти 49-го. Все-таки, наверное, или ему не надо было так упарываться. Или мне нужно было как-то побыстрее действовать. Ну, что ж, ребятки. Остаюсь я один против четырех соперников. И пусть вас не смущает то, что трое из них абсолютно ваншотные. Все-таки там три ПТ, которые просто по разу по мне скинутся и отправят меня в ангар. И вот только что вы видели, как я отстрелялся куда-то в молоко. Все-таки, ребятки, я очень нервничаю в таких ситуациях. Я не какой-то там супер топовый статист. Я обычный игрок такой же, как и вы. Поэтому мне свойственно нервничать в таких вот патовых ситуациях. Итак, друзья, что мне делать? Вот Лев Министр Азии пишет колобок. Но на самом деле все не так просто, как хотелось бы. Потому что, ну, меня, во-первых, могут развести. Чем и пытается заниматься Рушка. Тут Борщ всячески пытается меня как-то выцелить, как-то подставиться. Но благо он стреляет мимо. И вот оно начинается. Рушка поджимается под мостик и начинает меня светить. В идеале ее надо как-то убить. Но я не могу высовываться, потому что, во-первых, Борщ не дремлет. Во-вторых, я не знаю, где вазик. Рушка пока не совершает ошибок. И нужно здесь что-то придумывать. Я, в принципе, не думаю, что по мне закинуть через вот эти вот решетки. Но, друзья, все-таки Борщ как-то исхитрился и прокинул. Ну, что ж, я здесь решил попытаться как-то обдурить маленькую Рушку и впоймать ее. И да, мне это удается. Боже, как я был счастлив в этот момент, что удалось минусануть такого опасного, очень шустрого противника, который, в принципе, мог бы мне доставить очень много хлопот. Итак, ребятки, едет сюда ВЗ. И вот здесь нужно как-то попытаться либо Борща изничтожить, либо дать хотя бы разок по вазику. Пока они оба в КД, ребята. Надо бы... Но, блин, вы только посмотрите, какая крепкая у него броня. Там явно не обойтись бронебойными снарядами. Вот здесь хочу его подловить в НЛД. Но, ребятки, делаю я это зря. На 500 получаю в ответ, конечно, очень жестко. Тут еще больше со своими фугасами на 251. И благо, конечно, я его отправил в ангар, но и сам остался, так сказать, на волосок от ангара. Итак, ребятки, напишите, вот пока суть до дела, кто же здесь выиграет. Сумею ли я затащить или все-таки отправлюсь в ангар. И, кстати говоря, здесь как нельзя кстати. Вот этот труп гуся, он просто аккурат крякнул там, где это сейчас необходимо. Ну, что ж, ребятки, нашел я брешь, так сказать, в обороне этого ВЗ. Вот здесь пытался я, точнее, один раз уже дал. И понимаю, что нельзя два раза с одной и той же точки простреливать, потому что он может быть уже зацелен туда. И буквально одна вертушка фугасная отправит меня в ангар. Поэтому меняю здесь позиции, так сказать, стрельбы. Да, вот еще раз. И вазик уже на нервах отстреливается. Последний шанс у меня затащить, друзья. Ну-ка, все-таки не решился я стрелять в НЛД, потому что он там манцевал. Я решил выцеливать рубку, тем более рубка вся серая. В принципе, подкалибер ее берет очень легко. Ну, а на этом у меня все, дорогие друзья. И если вам понравилось это видео, то обязательно подписывайтесь на канал. До скорых встреч.